Всем привет! С вами Дмитрий Бовединский, вы на канале Кверти. И сегодня мы делаем эксперименты. Как вы считаете, что общего между всеми этими предметами? Оказывается, все они могут проиллюстрировать удивительный эффект марангони. Нет, речь пойдет не об институте дизайна и моды, как некоторые могли подумать, а об очень ярком физическом явлении. И давайте сразу же посмотрим, как может выглядеть этот эффект. Необходимо налить на тарелку молока, добавить туда несколько капель пищевого красителя, обмакнуть ватку в средства для мытья посуды и коснуться в центре. И вуаля! Посмотрите, какой фонтан красок! Просто настоящий физический фейерверк! Давайте же разберемся, как это работает, и уж тем более, как это связано с бутылкой вина и прочими предметами. Но для начала нужно разобраться, что такое поверхностное натяжение. Благодаря ему можно, например, налить воды в стакан с горочкой. Как же это работает? Как так получается, что жидкость не проливается? Вообразите себе молекулы жидкости. Они довольно плотно друг к другу расположены и немножечко притягиваются. Те молекулы, которые находятся в толще жидкости, притягиваются и вверх, и вниз, и в стороны. И поэтому все силы, действующие на них, скомпенсированы, уравновешены. И эти молекулы чувствуют себя свободными, могут перетекать куда хотят и вообще ведут себя как нормальная жидкость. Но молекулы на поверхности притягиваются только внутрь. Для них силы притяжения не скомпенсированы. Ну и чтобы их не затягивало постоянно внутрь, они становятся немножечко ближе друг к другу. От этого сила притяжения между ними увеличивается, и это компенсирует затягивающую внутрь силу. И посмотрите, на поверхности как будто возникает тонкая прочная пленка, в которой молекулы сильнее притягиваются друг к другу. И чтобы разорвать эту пленку, необходимо приложить некоторые усилия. Это и называют поверхностным натяжением. Благодаря ему над стаканом может образоваться горочка. Благодаря этому легкие предметы, такие как иголки, скрепки, а также насекомые, могут держаться на поверхности. И, конечно же, из-за этого пловцы выглядят так красиво. Ну, хотя они и так хороши, но это добавляет эффектности. Но давайте ближе к делу. Чтобы наглядно показать эффект марангони, сделаем следующий опыт. Возьмем тарелку с водой, на поверхность насыпем немного перца, как раз таки для наглядности, и в центр поместим капельку моющего средства или жидкого мыла. Это неважно. И посмотрите-ка, поверхность воды начинает расходиться во все стороны от мыла. Это и есть эффект марангони. Как же это работает? Дело в том, что молекулы мыла притягиваются друг к другу намного слабее, чем молекулы воды. Ну, если точно говорить, то у мыла меньше коэффициент поверхностного натяжения. И когда оно оказывается на поверхности воды, то просто-напросто растягивается во все стороны молекулами воды. И ничто это компенсировать не может, ведь молекулы мыла притягиваются друг к другу слабее. Это и есть эффект марангони. Движение поверхности жидкости в область с большим коэффициентом поверхностного натяжения. То же самое происходило с молоком, когда мы добавляли в него моющее средство. Используя этот эффект, можно построить реактивный мыльный кораблик. Для этого необходимо вырезать кораблик вот такой вот формы с выемкой посередине, опустить на воду и в центре капнуть немножечко моющего средства. Тогда вода устремляется прочь от него, ну, точнее, растягивает мыльную пленку. Единственное, что делать она это может в одном направлении. Вот и получается, что возникает реактивная струя, благодаря которой кораблик движется. Ну и напоследок самое вкусное. Посмотрите, после того, как вы налили вино в бокал и дали ему постоять, на стенках могут образоваться очень интересные капли, то поднимающиеся, то стекающие обратно. Их называют слезы вина, и в этом тоже замешан эффект марангони. В общем, тут дело вот в чем. Коэффициент поверхностного натяжения зависит от содержания этилового спирта в жидкости. Чем больше спирта, тем меньше коэффициент. И с поверхности стенок всегда происходит испарение напитка, причем неравномерное. Спирт испаряется быстрее, чем вода. При этом, чем выше находится на стенке вино, тем сильнее испарение спирта. Получается, что на стенке бокала вверху спирта мало, а внизу больше. Значит, вверху поверхностное натяжение больше. Поэтому, согласно эффекту марангони, она начинает перетекать туда, наверх. Вот так и появляются эти слезы. Ну, а дальше, под действием гравитации, капли стекают обратно. Кстати, это можно наблюдать со всеми спиртосодержащими напитками. И чем больше содержания спирта, тем сильнее эффект. Как видите, удивительные вещи происходят прямо под нашим носом. Так что, не вешайте его. Никогда не переставайте удивляться. Всегда ищите что-то необычное и старайтесь найти этому объяснение. Это всегда весело. Особенно, если это явление с алкоголем. И давно у нас не было конкурсов. Так что, давайте разыграем вот такую вот книжку. Это моя книжка. Естественно, я в ней подпишусь. Записывайте видео, в которых вы делаете эксперименты на эффект Марангоне. Оставляйте в комментариях ссылку. Естественно, указывайте вот такой вот хэштег. И через две недели мы выберем самую оригинальную, самую красивую работу. И победителю отправим вот эту вот книженцию. И, конечно же, все подробности этого конкурса будут в описании к этому видео. Ну, а пока что ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если почему-то еще не подписаны. И спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok